Известны еще до нашей эры. Реликтовый ореховый лес можно увидеть в хозяйстве Арсланбоп. Лесное хозяйство Арсланбоп, что в переводе означает «король Львов», расположено в 70 километрах от областного центра города Джалабад. Некачественные дороги к месту, сюда можно проехать лишь вот на таких внедорожниках, возможно, сразу напугают туристов. Но при виде вот такой красоты все сразу забывается. Дорога оказалась короткой. За первым же холмом, как на ладони, раскинулись реликтовые леса Арсланбопа. Они расположены на высоте около 2000 метров над уровнем моря. В Арсланбопе только сошел снег. На деревьях еще нет почек. Но гигантские столетние орешники на фоне величественных гор буквально завораживают. До сих пор непонятно, когда и как здесь появились ореховые леса. Руководитель хозяйства Назикбек Шамшиев рассказывает, что исследования проводили и местные ученые, и зарубежные. И они пришли лишь к одному выводу. Ореховый лес здесь рос еще до нашей эры. Сохранилась история, что войска Александра Македонского в 329 году до нашей эры побывали в этом лесу. По легенде, воины Македонского очень сильно заболели. Возможно, чем-то отравились. Но после того, как они поели неизвестные им орехи, болезнь прошла. Александр Македонский приказал взять кустики ореха с собой в Грецию. Вот и получается. Родина грецкого ореха – Кыргызстан. Ореховое дерево живет более 400 лет, но начинает плодоносить только на 10-й год жизни. Что интересно, под деревом не растет ни одной травинки. И спать под ним нельзя. Местные жители говорят, в тебя может вселиться злой дух. На самом деле, дерево усиленно выделяет эфирные масла, и после долгого пребывания под ним может болеть голова. Возраст ореха легко определить по наличию вот таких наростов капов. Если они есть, то дереву уже более 100 лет. Срезать наросты строго запрещено. Местные жители, как могут, стараются охранять реликтовый орешник. В ущелье расположено небольшое село Арсламбоп. Сейчас здесь идет подготовка к туристическому сезону. Ослики свободно пасутся, а в летние сезоны здесь не увидишь. Туристы готовы путешествовать по окрестностям на любом средстве передвижения. А этим мастера лепят национальную глиняную печь – тандыр. Летом в тандыре все время горит огонь, чтобы угощать туристов вкусными лепешками и самсой. От постоянной высокой температуры глина трескается, поэтому каждую весну приходится делать новый тандыр. К сезону готовятся и местные ремесленники. В Арсламбопе для туристов часто устраиваются ярмарки, и, конечно, изделия из ореха пользуются большим спросом. Но сейчас немногие мастера работают с этой древесиной. Орех запрещено рубить, можно использовать лишь те ветки, которые сами сломались. Поэтому сувениры чаще делают и из вяза, и урюка. В основном берут шкатулки и вот такие картины – наши горы, природа. Мы работаем с твердыми породами дерева – орех, чинар. Текстура у них очень красивая. После прогулки по ореховым лесам туристов обязательно отвозят к водопадам. Здесь можно увидеть несколько водопадов. Малой высотой около 25 метров наиболее посещаемой. Вода в нем считается...